Открывая в Екатеринбурге первый в стране техно-хаб Сбера для IT-специалистов, организаторы от ленточной традиции отказываться не стали, но и на креатив не поскупились. Запустили большой зал к VIP-гостям. Вместо почтовых голубей два квадрокоптера с белой ленточкой в техноклювах и объявили микрофон о том, что, дескать, это тоже их сотрудники, вероятно, все же заштатные, не на зарплате. В офисном смысле техно-хаб, заполнивший большую часть пространства 20-этажного бизнес-центра «Небоплаза» в центре уральской столицы на улице Розы-Люксембург, более чем комфортное местечко, а по сути рай в миниатюре для продуктивной работы айтишников новой волны. Один из программистов по имени Алексей, ненадолго оторвавшись от экрана монитора, показал губернатору свое рабочее место, главные атрибуты которого, кроме компьютера, конечно, стол и стул, точнее удобное кресло, практически анатомических форм, и стол-трансформер. Его можно одной кнопкой поднять выше или опустить ниже, в зависимости от роста и привычек программиста. Глава региона внимательно осмотрел и территорию труда продвинутых айтишников, и зону их отдыха, о которой чуть позже, и в комментариях дал понять, что этот техно-хаб станет новым окном в мир цифровой трансформации нашего региона. Мы сами будем клиентами этого техно-хаба. У нас сегодня в приоритете работы правительства и наших муниципальных образований – это переход и совершенствование уровня цифровизации. Сегодня все идет в цифру. Сбер – это один из лидеров, точнее, лидер технологического развития нашей страны. И понятно, что создание такого хаба здесь – это дает возможность нам быстро дотянуться до самых современных наработок, заказать какой-либо продукт, внедрить его и сопровождать. В отличие от металлургов, для которых рекреационные зоны с крутым дизайном, кофе-поинты и каворкинги показались бы в сталиплавильных цехах чуть ли не инопланетной инфраструктурой, для создателей продвинутых продуктов в цифре. Терраса с каскадными скамейками и с зоной барбекю – как привычное и удобное мобильное приложение к работе. Технохаб Сбера рассчитан на 1700 работников, высокоинтеллектуального труда. Для неофитов-новичков, для отдыха, чтобы оторваться от кресла и стола с монитором, не нужно покидать здание бизнес-центра. Фитнес-зал с баром, девятью этажами ниже. Машину можно оставить в подземном паркинге, а через панорамные окна центр города и изгибы, сети видны как на ладони. Банковское начальство утверждает, что здания для своих сотрудников они оборудовали по последнему слову техники, задействуя возможности искусственного интеллекта, и возводили его по зеленым строительным стандартам. И крутому проекту, который в 2020-м стал лауреатом премии арендатор Эвардс в номинации «Лучший федеральный проект бизнес-центра класса А». Каждый элемент офисного пространства должен быть функциональным и удобным для работы так называемых продуктовых команд, то есть разработчиков программ и сервисов. С точки зрения власти, открытие технохаба Сбера – это еще один шаг к цифровому суверенитету горноуральщины и страны в целом, и точка притяжения самых крутых айтишников. К слову, второй технохаб Сбера открылся в тот же день в Казани, но он в разы меньше Екатеринбургского. На 14 этаже бизнес-центра оборудованы 5 мультифункциональных залов для проведения деловых встреч, переговоров, форумов, конференций, презентаций, выставок. В каждом из них одномоментно могут собираться до 150 айтишников. В общем, есть где яблоко упасть и даже закатиться так, что не найдешь. А на первом этаже зона, условно свободная от цифры. Здесь есть точки общепита для горожан и терминалы самообслуживания, где можно даже посылку получить.